Сегодня мы погрузимся в захватывающее приключение, чтобы открыть для вас что-то по-настоящему удивительное. Только представьте, микроскопически летающий объект, снабжённый камерой, способный дарить нам виды мира с перспективы птичьего полёта. Однако дроны — это гораздо больше, чем просто игрушки. С вами канал Топ Фактс Блэк, и в этом выпуске мы покажем вам 15 самых невероятных вещей, которые были сняты на камеру дрона. Желаю приятного просмотра, ну и конечно же, погнали! Некоторые могли бы назвать это случайностью, но ситуация больше напоминает чудесное спасение от вышестоящих сил. В сентябре 2021 года испанский остров Ла Пальма пережил одно из самых долгих и разрушительных вулканических извержений, которое продержалось 85 дней и стёрло всё на своём пути. Однако в этом хаосе был один дом, который по непонятной причине уцелел. Дрон снял кадры лавы, которая струилась вокруг этого дома, не уничтожая его. Это видео быстро стало вирусным, и пользователи социальных сетей начали называть его «чудо-домом». Бесконечное извержение в течение трёх месяцев уничтожило примерно 200 домов, десятки школ и привело к эвакуации более 6000 человек. После себя она оставила массу хаоса, с которым теперь предстоит справляться. А тут дрон стал ключевым звеном в удивительной операции по спасению заблудившихся туристов, оказавшихся в ловушке в каньоне Беус на протяжении пяти часов. Этот инцидент произошёл, когда группа молодых путешественников углубилась в леса Юты, но заблудилась в морозных зарослях. И несмотря на то, что наземный спасательный отряд был немедленно направлен на поиски, в решении задачи также приняли участие дроны. Это беспилотное устройство помогло отыскать двух женщин, которые в конце концов были обнаружены при помощи его камеры. Они были эвакуированы в безопасное место при помощи ховерера, который извлёк их из холодной воды, окружавшей глубокий ледяной утёс на земле. Изолированное племя, укрывшееся в глубинах амазонских джунглей, ведёт свою жизнь в уединении далеко от остального мира. Эти аборигены бразильских лесов предпочитают сохранять свою анонимность. Но технологии в лице дрона, парящего над этим загадочным участком, обнаруживают их присутствие. С помощью этого дрона было замечено 16 фигур, среди которых некоторые держали в руках стрелы. После этого дрон был направлен в соседний лес, где эксперты обнаружили ещё одно тайное племя. На этот раз оно состояло из людей, покрытых красной и жёлтой краской. Они вооружены стрелами и копьями, и один из них даже показывал агрессию, угрожая пролетевшему вертолёту. Наблюдение за стаей собак с огромными, сильными и чрезвычайно агрессивными белыми медведями оставляет немного в шоке. В самом деле, такое поведение существенно контрастирует с обычными представлениями о природе. Старый видеофрагмент, снятый дроном ещё в октябре 2007 года в неопределённой локации, показывает нам группу Хаски, которые по необъяснимой причине удачно взаимодействуют с двумя взрослыми дикими белыми медведями. Они ведут себя так, словно играют с Хаски, словно это их собственные малыши, показывая удивительные отношения, сложившиеся между ними. Но единственное, что можно точно утверждать, что медведи явно не испытывают голода. Согласно записям с дрона, которым управляли в загородном парке Нординг Маунтейн в штате Висконсин, случился необычный инцидент. Этот момент между ястребом и оленем вызвал некоторое недоумение. Когда олень подошёл к ястребу, он внезапно напал на птицу, которая пыталась охотиться на кролика. Он, казалось, действовал с единственной целью – нанести ущерб этому обычному мирному травоядному животному, неоднократно набрасываясь на краснохвостого ястреба, без видимых колебаний ударяя его собственной грудью. Специалисты предполагают, что ястреб мог ранее убить детёныша оленя. Возможно, отчаянные крики кролика вызвали у оленя материнские инстинкты, пробудив в нём стремление защитить и спасти. Даже бирманские питоны могут быть спасены от засухи благодаря дронам. Недавно дрон с тепловизорной камерой обнаружил этого мастера маскировки, который проник во многие области флоридских лесов. Бирманские питоны уменьшили численность мелкой дикой фауны, и было решено применить новую стратегию для отражения всё чаще происходящих нападений. По этой причине охотники на питонов во Флориде разработали дроны с тепловизорными камерами, чтобы охотиться на этих потенциально смертоносных змей. Однако всё же стоит отметить, как агрессивно питон ответил на попытку охотника его поймать. Несмотря на серьёзность полученной травмы, раненый горбатый кит продолжал плавать. Это вызывает удивление и восхищение, учитывая степень его увечий. Впервые этот кит, страдающий от ужасной травмы позвоночника, был обнаружен у побережья Британской Колумбии. Его состояние было действительно печальным. Под наблюдением группы Hawaiian Adventures, проводящей экспедиции у побережья Коны, кит вынужден был мигрировать, используя только свою переднюю часть, так как движение хвостом вызывало ему боль из-за полученной травмы. Предположительно, причиной данной травмы стало столкновение с кораблём. Следующая не менее трагичная история тоже связана с китом, который без помощи дрона, вероятно бы погиб, оказавшись на мели и испытывая страшные страдания. Месяц назад спасатель, дежуривший на пляже Бридлинтон в Великобритании, просканировал береговую линию, когда заметил гигантское создание, выброшенное на берег. Оператор дрона смог заметить небольшие движения, указывающие на то, что кит был ещё жив. Это стало призывом к спасению и неотложной помощи этому морскому гиганту. Информация об этом была немедленно передана соответствующим службам для принятия срочных действий. Однако на сегодняшний день судьба кита остаётся неизвестной. Встретиться лицом к лицу с акулой – событие неизабыденных для среднестатистического человека. Однако появление дронов позволяет нам ближе узнать этих загадочных хищников. Оператор после часа наблюдения за большой белой акулой в охоте смог запечатлеть захватывающую сцену. Тюлень, делавший отчаянные попытки убежать от своего преследователя, в итоге был пойман. Также оператор снял другую интересную сцену. Та же большая белая акула питалась тушей утонувшего дельфина. Это показывает нам, что акулы не просто кровожадные хищники, как они могут показаться на первый взгляд. Они также играют роль морских уборщиков, устраняя останки умерших морских обитателей. Во время испытания своего нового дрона группа подростков обнаружила необычного человека с загадочным внешним видом, идущего через лесистую местность. Приблизившись к этому странному персонажу, подростки предположили, что он мог заблудиться в лесу, но были удивлены, обнаружив, что он вооружён и даже направил оружие на дрон, видимо считая его угрозой. Некоторые предположили, что это мог быть заблудившийся представитель неизведанного племени, живущего в лесу. В то время как другие утверждали, что его стоит оставить в покое, поскольку у него было оружие и, возможно, он скрывался от полиции. Ведь в соседних районах недавно произошло много нападений и краж со взломом. Скрытые среди косяков лососей акулы, являющиеся главными хищниками в этой среде, не встревожены присутствием пловцов в радиусе их укуса. Сюрпризом для многих было то, что эти пловцы, подобно акулам, казались невозмутимыми друг перед другом. Эти удивительные кадры с дрона, снятые на пляже Бонди, удивили многих. Однако, по словам биологов, такое сосуществование людей и акул является обычным делом. А причина, по которой акулы не атакуют, заключается в том, что их желудки уже заполнены пищей, в данном случае лососем. Именно поэтому они не ощущают голода и не проявляют агрессии в отношении людей. Принцип работы в команде является всегда ключом к успеху, и олени, кажется, его усвоили. Они организованно движутся вместе, поворачиваются как единое целое. Ежегодно олени мигрируют стадами, но их особенность в том, что при сборе они бегают вокруг, обнаруживая хищников, что делает практически невозможным стать мишенью без вызова паники среди хищников. Как только стадо соберется, северные олени начинают свою годовую миграцию из арктической области Норвегии к границе с Финляндией. Это ежегодное двухмесячное путешествие пролегает через сотни километров заснеженной территории, создавая просто впечатляющее зрелище, которое было снято с дрона. Помощь в доставке еды для оставленных позади собак стала спасательной миссией во время извержения вулкана на Ла Пальма. В своей спешке эвакуироваться некоторые люди забыли своих домашних питомцев. Несколько собак оказались в ловушке в доме недалеко от места извержения. Они были окружены пеплом, им было некуда бежать и у них не было еды. Но ситуация изменилась, когда их обнаружил дрон. Две местные компании, заботясь о благополучии животных, взяли на себя обязательство доставить еду и воду для этих голодных собак при помощи дрона. Это продолжалось до тех пор, пока они не были переброшены в безопасное место по воздуху, ведь обычные полеты считались опасными в условиях извержения вулкана. Армия уток становится неоценимым союзником в борьбе с миллионами вредителей, населяющих рисовые поля в Таиланде. Каждый год после уборки урожая здесь высаживаются более 10 тысяч уток, чтобы очистить затопленные поля от паразитов, скрывающихся в стеблях риса. Такая затея занимает от нескольких дней до недели и обеспечивает потрясающее зрелище. Тысячи птиц, пересекающих поля зигзагообразными маршрутами, прежде чем вернуться на утиную ферму для откладывания яиц. Этот натуральный метод борьбы с вредителями выгоден как для рисового фермера, так и для владельца уток, поскольку позволяет сократить затраты на химические средства защиты. С помощью этих полевых войск многочисленные рисовые поля успешно очищаются от вредителей. Необычное открытие на мелководьях Австралии поразила общественность. Белый теленок кита был замечен плавающим рядом со своей матерью. Этот превосходный дуэт южных морских китов привлек внимание из-за своего необычного обитателя – теленка альбиноса. Это редкое зрелище объясняется учеными как результат состояния, известного как серый морфизм. Этот биологический процесс уменьшает пигментацию клеток, что приводит к рождению белых теленков кита. Вероятность такого рождения составляет около 5%. Важно отметить, что несмотря на то, что эти теленки рождаются белыми, их цвет шкуры не остается таким на всю жизнь. По истечению своих первых лет жизни, они обычно приобретают свой естественный цвет. Итак, друзья, это были удивительные кадры, после которых определенно захочется приобрести собственный дрон. Если вам понравился выпуск и вы хотите увидеть что-то подобное, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал ТОП ФАКТС. И прямо сейчас посмотрите один из наших предыдущих выпусков, которые появились на вашем экране.